Видео подготовлено каналом Уроки ТВ номер 361. Прочитайте, выпишите слово «хвост» вместе с теми словами, которые помогают понять разные значения этого слова. Например, хвост поезда, хвост лошади, что общего в лексических значениях указанного слова. Хвосты. Есть хвост у падающих звезд, и у семян бывает хвост, у птиц, у самолета он нужен для полета. Хвостом корова бьет слепней, когда они кусаются. Для скорпионов хвост важней, они хвостом сражаются. Хвост звезд, хвост семян, хвост птиц, хвост самолета, хвост коровы, хвост скорпиона. Значение – это задняя часть. Выполним. Сунетический разбор слова «бьет». Бьет. Транскрипция. Бьет. Это слово, которое состоит из одного слога. Буква «бь» – звук «бь» мягкий, согласный, звонкий, парный, мягкий, парный. Мягкий знак звука не обозначает. Буква «ё» стоит после мягкого знака, значит, она обозначает два звука. Буква «и» – это согласный, сонорный – непарный, мягкий – непарный, а «о» – гласный, ударный. Буква «т» – звук «т» – глухой, парный, твёрдый – парный. В этом слове четыре буквы и четыре звука. Выполним морфемный разбор слова «звёзд». У звёзд – это существительное. У чего? У звёзд. Начальная форма звезда. Имя нарицательное. Неодушевлённое. Она моя звезда. Женского рода. Звезда. Женский род кончается на «а». Первое склонение. У чего? У звёзд. Родительный падеж. Стоит слово в множественном числе. Предложение является дополнением. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.